Джет Ли О таком дебюте в кино можно только мечтать. Об этом же в своем первом интервью в Штатах говорил сам Джет Ли. А ведь этого дебюта могло не быть. Ведь кандидатом номер один на роль азиатского криминального босса у студии Warner Brothers был на тот момент уже ставший абсолютной легендой жанра Джеки Чан. Ворнеры сделали Джеки два предложения, но он отказался. Причина – Джеки не хотел играть отрицательного персонажа, такого вот жестокого и кровожадного представителя триады, который запросто калечит и убивает людей. Ну а вы сами можете представить Джеки в этом образе, совершающего нечто подобное. В общем, отказ Джеки сыграл в пользу Джета. Контракт с ним на участие в съемках был подписан в июне 97-го года. Вооружившись слоганом «Вся команда в сборе», они начинали съемки осенью 97-го года. При подписании контракта агент Джета схитрил и сказал о том, что Ли отлично говорит на английском. Но на самом деле Джет тогда очень плохо говорил по-английски. Пришлось в канун съемок много заниматься с преподавателем английского. При этом Джет параллельно заканчивал съемки в фильме производства Гонконга «Американские приключения» режиссера Самма Хуна. Джет рассказывал, он смотрел все фильмы «Смертельное оружие» и полюбил он их благодаря Мелу Гибсону. Джет с уважением относился к творчеству Мела. Это один из его любимейших зарубежных актеров. Ли с улыбкой вспоминал, «Это было странное чувство. Я играю плохого парня, что непривычно. И против меня уважаемый мной Мел Гибсон, которого я должен бить». Действительно, для Джета это было непривычным делом, ведь он также ранее играл в основном хороших парней, которые в кадре надирали задницу плохим. И вот пришлось сменить привычное амплуа и предстать в образе Ван Син Ку – крутого криминального босса из Гонконга, который приехал в Штаты. Ли рассказывал, несмотря на свой богатый актерский опыт, на съемках «Смертельного оружия» он очень нервничал и заметно переживал. Здесь, в Голливуде, все было по-другому. Они могли снимать небольшую сцену несколько дней. При этом на съемочной площадке, даже когда что-то не получалось, актеры много шутили. Иногда пауза между дублями была слишком продолжительной. Когда он снимался в Гонконге, такого не было. Привыкание к голливудским реалиям было непростым. Первое появление Джета в кадре в фильме, когда герои Гибсона и Гловера навещают у гарного дядюшку Бенни. Здесь, на репетиции перед съемкой, Ричард Доннер попросил Джета сделать такое вот гневное выражение лица. Это тот случай, когда актеру нужно было сыграть лицом, когда глаза его наполняются злостью. И да, на тот момент Ли, как и его герой в фильме, отлично понимал по-английски. Да, и он не знает таких слов, как дерьмо или штопан и гандон. Я вижу, он все очень хорошо понимает. В Гонконге ты бы уже сдох. Сцена убийства хитрожопого беглеца на крыше снимали в Лос-Анджелесе, в Чайна-тауне. Ли вспоминал, до съемок ему рассказывали, в Голливуде все досконально расписано по секундам. И здесь тебе не позволено отклоняться от сценария. Но на самом деле это было не так. Донор позволял импровизировать. Так, в сцене избиения мы увидели, насколько хорош этот парень из Триады. В одном из дублей Ли засунул два пальца в рот экранного соперника и резко дернув ударил того. Донору понравилась эта оригинальная задумка. И изменив положение камеры, он снял еще несколько дублей, а лучший дубль отправил в основной монтаж. Когда Ли душил бедолагу, на его лице были безмятежность и равнодушие. И об этом просил режиссер. Это нужно было для того, чтобы продемонстрировать, насколько же этот парень жесток и опасен. Сцена в доме Роджера Мерта. Здесь Рикс называет персонажа Джета Брюс. Это прямая отсылка к самому Брюсу Ли. Привет, Брюс. Хорошая пижама. Крупные планы Джета в доме снимали отдельно от основной драки. Затем Джет спрыгивал вниз и последовательно серией точных ударов отправлял в нокдаун Ригза, а затем Мерта. И вот здесь донор просил сделать что-то оригинальное. Удар с разворота в прыжке его не особо устроил. И тогда Джет нанес удар ногой в груда Гловера, опираясь рукой о пол. А вот это уже был годный эксклюзив от Джета, которому место в основном монтаже картины. А знаете, что получилось не сразу? В том фрагменте синхронно схватить и навести друг на друга пистолеты. Кто-то из Трио опережал или наоборот опаздывал. С разных ракурсов снимал оператор. И удачным оказался дубль, снятый камерой, расположенной за Денни Гловером. Пистолет в руках Гибсона разрядили отдельно от съемок драки. Крупный план, где на самом деле были руки не Гибсона, а кого-то из съемочной группы. Когда Джет выбивал ногой ствол из рук Гловера, в одном из дублей он действительно хорошенько так заехал по руке Денни. Вот здесь камера находилась рядом, и если не доводить удар до конца, это явно было заметно в кадре. А Донор просил делать все на совесть. Но вот, пожалуйста, получите, распишитесь. После того, как мастер из Триады отделал и отправил в нокаут легендарных копов, он вырубал Лорну, подругу и будущую супругу Ригза, героиню Рене Руссо. Джет рассказывал, здесь они снимали с разных ракурсов, несколько дублей. Он правой ногой вырубал резко открывшую дверь Лорну. Разумеется, удар до конца не доводил. Хладнокровное убийство Хонга. Здесь Донору очень понравилось то, как во время одного из дублей Джет улыбался. Именно эта демоническая улыбка попала в основной монтаж картины. Финальная бойня с людьми генерала. Здесь Джет ловко орудовал бутафорским автоматом. Как рассказывал продюсер Дэн Карачелло, Ли выполнял все, что от него требовалось, и вкладывался в один-два дубля. Следующий дубль, если и был, то здесь Донор позволял ему импровизировать. Так было в случае с окончанием избиения троих оппонентов, когда в финале он схватил голову соперника ногой и свернул ее. В кадре смотрится это очень эффектно. Главное блюдо для гурбанов. Финальная битва, схватка босс-отряды с легендарными копами. Здесь в кадре дождь не настоящий. Это работа специальных дождевых установок. То была не стандартная драка, где в кадре мы видели поединок равных мастеров боевых искусств, где все движения и удары выверены. Нет. Это была битва Давида с Голиафом. Несмотря на разность весовых категорий и габаритов, здесь был очевидный фаворит – азиатский мастер боевых искусств. Мел Гибсон рассказывал, «Мы снимали такую отталкивающую, грязную уличную драку, где инициатива была переменной. А Рикс и Мёрта вдвоем – это сила. Здесь гримеры работали в поте лица. Они оперативно наносили кровь на лицо актеров. Имея очевидное преимущество, в финале драки сработал эффект неожиданности». Так решил режиссер Донер. Пока Ку почти придушил Рикза, неожиданно нападая со спины Мёрта, пронзит героя Ли металлическим прутом. Ну а далее снимали сцену под водой у моста. Вначале снимали дублеров со спины и на расстоянии, со слабым освещением, где совсем не видно лиц. Получилось ну так себе. И тогда решили снимать основных актеров. И вот что они придумали. Вместе с актерами под воду погружались водолазы с кислородными баллонами, где перед началом съемки сцены они вдыхали кислород, затем водолаз быстро отплывал, удаляясь из кадра, а затем начиналась съемка эпизода. Также снимали расстрелянного Джета. Он набирал кислорода, после чего ему нужно было изображать труп, из-под одежды которого сочилась бутафорская кровь. Ли рассказывал, ему под костюм крепили пакет, где была кровь с трубкой, а сам он должен был замереть. Получилось не сразу. К тому времени Ли во время съемок драки испортил два белоснежных костюма. Оставался один. И вот вынырнув, когда выбора уже не было, он в мокром костюме ждал начала съемок второго дубля. Благо его начинали снимать сразу же. Он опять погружался с водолазами и операторами. И вот со второй попытки все получилось. Ли застыл под водой. В кадре как того хотел режиссер. На этом для Джета Ли съемки в картине «Смертельное оружие 4» были закончены. Сам актер очень тепло отзывался о совместной работе с Гибсоном и Гловером и режиссером Доннером. Говорил о том, что этот актерский опыт был уникальным, в то же время познавательным и очень непростым. Во время съемок фильма никаких серьезных травм Джет Ли не получил. В свою очередь, ныне покойный режиссер Ричард Доннер сказал, в лице Джета они заполучили фильм настоящего профи, который добросовестно отработал на съемочной площадке, выполняя все требования режиссера. В опросе, проведенным с журналом «Искусство кино», среди всех экранных злодеев «Смертельного оружия» Ли занял третье место вслед за Гэри Бьюзик, который сыграл мистера Джошуа в «Первом оружии», и Стюартом Вилсоном, который сыграл Джека Трэвиса в «Третьем смертельном оружии». Не знаю, согласитесь ли вы с таким выбором, но мне кажется, Джет Ли вполне может претендовать на первое место. Он проделал действительно большую и качественную работу и создал на экране запоминающегося экранного злодея. Думаю, что многие из вас согласятся с тем, что дебют Джета Ли в Голливуде безоговорочно удался. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова